вот строим как все строилось здесь ну а стенах я расскажу чуть там подальше мы пройдем вот уложен лежень был внизу первый лежень и он на этот лежень под этим лежнем гидроизоляция у влаги у меня для усиления брал плотно 50 на 150 конец ноября 2018 года и здесь мы швы я проклеил еще влагостойким герметиком ну что мне хочется ну это все что я успел сделать в этом году и добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй живи больше года назад мы взялись за один очень интересный проект помочь человеку которого нет ноги в то же время человек не теряет самообладание и веры в себя с усилием воля строит себе каркасный дом проживает он в латвии зовут его валерий с периодичностью где-то раз два три в четыре месяца мы выпускали видеоролики о ходе и строительство этого каркасного дома и сегодня валерий меня попросил завершить этот проект до после каждого видеоролика мы публиковали список те кто скинулся деньгами для того чтобы валерий приобрести протез для того чтобы он жизнь свою проживал в дальнейшем более комфортно ну потому что представляете так как без ноги тем более человек занимается строительство своего дома и он попросил этот проект завершить мы на данный момент собрали не не намного больше чем 200 тысяч рублей это конечно крайне мало для того чтобы приобрести протез мы продляем эту акцию до конца новогодних праздников то есть до 15 января собираем по максимуму все что еще соберется и отправим валерию он добавит свои деньги приобретет протез и обещал прислать нам даже видео сюжет с благодарностью уже с приобретенным протезом сегодня мы выпустим видеоролик со строительством валерием дома вы сможете в очередной раз увидеть какие героические поступки совершает валерия имея ноги и строя себе дом в конце ролика мы по обыкновению вставим список всех кто прислал деньги для этой акции с указанием сумм для того чтобы все было прозрачно и понятно что никто никому себе там никакой копейки в карман не положит дополнительно вот и в завершение где-то примерно через месяц сегодня 15 декабря и вот 15 января мы опять-таки подобьем бабки и заново опубликуем этот список в одном из наших видео сюжетов и там же вставим нет не вставим еще просто опубликуем и так в очередной раз попрошу откликнуться те кто еще не откликался кстати огромный низкий поклон тем кто неоднократно уже прислал деньги и таких людей мы отдельным способом выделили в этом списке увидеть в конце смотрим как валерий строит дом и скидываем все деньгами ну чтоб ему меньше было чтобы ему меньше нужно было добавлять денег все друзья до встречи на 9 февраля 2017 года солнечная погода солнышко приехал с ревизии на дачу посмотреть как зимует наш каркасник ну и расскажу как я его строю как пришел к мысли к этой раньше стоял дом он но он уже происходил негодность пришли к мысли в такой что нужно снести и построить другой дом чего все началось все снесли стройка началась на 23 июня вот начали сносить дом пока снесли разобрали все расчистили место стал вопрос сделать фундамент делали фундамент по правилу золотого треугольника три четыре пять вот выставили все углы прямые стороны проверили по диагонали выставили опалубку сделали опалубку залили бетон на бетон уже уложили мы гидроизоляцию на гидроизоляцию мы установили блоки керамзитобетонные блоки по периметру по всему периметру и наверх керамзитобетонные блоки была положена также сверху гидроизоляция дальше на эту гидроизоляцию мы уложили лежни по всему периметру дом строился из доски 50 на 100 вот вложили лежни сквозь эти лежни были просверлены отверстия. В керамзитобетонные блоки были установлены анкера по всему периметру. И после этого внутри у нас был засыпан грант где-то в размере 9 кубов. Уложена пленка, пенопласт и забетонировано. Ну, короче, был сделан сплошной монолит. Дальше мы стали делать каркасные стены. Сбивали из досок 50 на 100. Все это делали лежа. Все четыре стены были установлены, поставлены. Ну и когда были установлены и поставлены, я пришел к выводу, потому что по срокам у меня не получалось закончить в прошлом году. Дело уже приближалось к холодным временам. Пришел к мысли, что просто закрыть весь каркасник, чтобы не попадали туда осадки, дождь, снег. Просто закрыл его ОСБ. Это на зиму, все временно. Были установлены окна. Все. Ну и дальше я подробненько расскажу. Пойдемте вперед, я вам покажу. 30 июля. Сегодня ожидается подъем стен. Да, 23 июня начали тут ломать. А тут уже и фундамент, все готово. 23 июня, да? Да, на лигу начали ломать крышу. Пока сломали все, вывезли. Фундамент подготовили, очищали. Ну вот, и прошло и полдня. Дом уже старится. Вес вверх, ровненький, ровненький. Идеально. Идеально. Всем добрый день. Добрый день, Александр. Александр Косунок. Я Валера, который с вами переписывается. Благодаря вашим видео на ютубе, которое вы выложили по строительству каркасных домов. Скандинавская технология, североамериканская, канадская. Я выбрал скандинавскую технологию. Она мне очень понравилась. У вас очень там умно, хорошо. Так все выложено. Только дурак не поймет. В данный момент я начал зашивать стены. Вот, ну, был дождик, прекратили мы и подняли перегородки. Вот осталась у меня одна перегородка. Вот, пожалуйста, покажи мне эту перегородку. Я сделаю раскладку, вот делаю. Вот, внизу перегородка. Внизу. Вот это. Вот, делаю раскладку. Ну, и буду сегодня сбивать последнюю перегородку. Четвертую. Ну, все вроде бы ничего получился. Раскосины на месте, как вы учили по вашему видео. Ну, самое верное. Верх, нулевой цикл. Ноль под стропила, под лежак стропил. Тоже все сошлось точно. Ноль в ноль. Все нормально, хорошо. Вот. Если что, я понял, что очень важно для строительства это материал доски. Доски, конечно, у нас не высший сорт, как у вас. Как вы говорите, у нас бюджетная стройка. Вот, я имболит. Без ноги. Вот. Поэтому вот строю своими силами. Вот. Есть у меня помощник один. Сейчас он на работе. приезжает там на выходные. Помогает. Он очень молодец. Старательный парень. Вот. Благодаря ему мы вот вместе вдвоем вот строим. Начали стройку с 23-го числа июня. Пока разрушили дом. Все вывезли. Сделали фундамент. Потом стены. Распиловка. Вся. Ну, вдвоем. Так потихоньку. И хочу действительно сказать большое спасибо. Это вы видели то, что получилось. Может, увидите какие-то нюансы. Поправьте меня, пожалуйста. Ну, и большое спасибо. Вам всего хорошего. Здоровья. Удачи. Удачи в работе. Побольше объектов. Побольше таких умных, прекрасных. таких роликов, которые учат. спасибо вам. Латвия. Елгава. До свидания. Так, вот здесь мы пришли к фасаду. Здесь у меня терраса. Терраса пока тоже закрыта на зиму. Вот, то есть, закрытый вход у меня будет. Вот здесь. Вот вход. Ну, пока все закрыто на зиму. И там у нее есть дырочка, через которую можно там зайти. Пойдем дальше. Проходим сюда. Заходим, заходим. Так. С этого фронтона, с этой стороны вот мне тоже вот оставлено два окна. Всего у меня на доме шесть окон. Там двукамерные, шестикамерные. Так. Ну, и пройдем сюда, на террасу. Строил я один-то практически. Приезжали ребята, помогали. Вот оператор, который снимает, Сережа, спасибо ему, приезжал на помощь. Но все работают, все заняты. По силе возможности ребята приезжали, помогали. Спасибо им. Ну, здесь мы находимся уже на террасе. У меня терраса. Вот, Сережа, покажу. Вот такая у нас терраса, да? Вот вход у нас вот отсюда, как я и говорил, вот были установлены здесь двери. Вот двери установлены. Как все строилось здесь? Ну, о стенах я расскажу чуть-то там подальше. Мы пройдем. Здесь стропильная система. Все, был, вся обвязка сделана кокасная стена. Вот сделана вторая обвязка. Вот у меня сделана вторая обвязка. Вот она идет по всему дому. Вот. Установлены усиленные ригеля под фронтон, под стропила. Здесь потолочные у меня лаки вот стоят. Вот они проходят. Ну, что здесь? Больше ничего интересного. Вот окошко вот здесь остановлено. Пластиковое. Ну, и пройдем вовнутрь. Ну, вот с террасы мы заходим сюда. Это у нас здесь все. Кухня-гостиная будет. Вот здесь, на кухне-гостиной установлено два окна. Так, двери. Ну, и как строилось? Здесь установлена у кого-то сплошная каркасная длинная стена. Так, расстояние между стойками у меня 59 сантиметров. Везде 59 сантиметров. Так, установлены укосины. Как положено. Вот одна укосина. Сережа, покажу. Вот там вот другая укосина. На стенах вот она идет. 9 сантиметров. Здесь над окном установлен усиленный ригель. Вот он идет по всей каркасной стене. Усиленный ригель идет. Вон здесь вырезы. Все с вырезами идет. Как положено, вторая обвязка. И потолочные лаги. 50 на 100. Идут окно. Так. И внизу. Вот здесь у меня стоит, чтобы было видно. Сейчас я вам покажу. Сейчас вам покажу. Ну, вот уложен лежень был внизу. Первый лежень. И вот на этот лежень. Под этим лежнем гидроизоляция у меня сделана. Гидроизоляция. И вот здесь уже пошла сама каркасная стена. Как я говорил, каркасная стена собиралась у нас лежа. И поднималась потом. Вот ребята приезжали, помогали мне поднимать стены. Вот. Были подняты. Наверху тоже ушли идет вторая обвязка. Вот так. Ну, здесь у меня идет вот перегородочка. Сережа, покажу. Вот вход в одну комнату. И в другую комнату. Вот вход. Еще две комнаты. Здесь на этой перегородкой, вот как положено, вот обвязка идет. Обвязывают все стены. Вот сам узел вот здесь он показан. Как я все обвязывал. Обвязывал. Вот потолочные лаги вот здесь усиленные. Здесь стоят. Вот здесь можно вот увидеть все связки идет. Так. Ну, вот здесь зашли в эту комнату. Как я уже говорил, здесь у меня железобетонный. Железобетон залит. Бетон залит полностью. Монолитная плита. Вот. И все перегородки по периметру. Внутри у меня был по краям также. Везде уложен тоже. Не только в середине, и по краям пенопласт. Сережа, покажи. Вот тут пенопласт есть. Вот. Вот видно даже. Со стороны, соответственно, бетон укреплен пенопластом. Сверху на этот бетон гидроизоляция была уложена. Потом вот лежень. Один лежень. И на этот лежень устанавливаются перегородки. Перегородки 59 сантиметров. 590. Это чтобы под утеплитель у нас 660 сантиметров. Чтобы спокойно можно было уложить. И чтобы он не падал. Так. Вот укосины. На каждой перегородке у меня вот укосины. Так, укосины. В начале перегородки собирались на полу. Все собирались. Взбивались. Вырезались под укосину. Вырезы у нас. Все. Поднимались. Ставились. По уровню выставляли всю эту стенку-перегородку. Выставленные перегородки. Было полностью нормально. Хорошо. И после этого я уже закреплял укосины. Укосины. Вот одна обвязка. На вторая обвязка идет. Вот как положено здесь. Здесь 590. Так. Здесь у нас потолочные ригеля стоят. 50 на 100. Каждый ригель я укреплял. Помимо того, что были забиты гвоздями. Они у меня прибиты. Я еще и укреплял дополнительные уголками. Саморезы я использовал желтые. Но с черными это лучше не делать. Ломаются они. Но на желтых более-менее держатся. Ну и желтые. И гвоздями я. Все пробито гвоздями. И дополнительно еще уголки у меня были сделаны. Тоже расстояние везде 590. Вот укосина. Одна укосина. Вот там другая укосина сделана. Вот. Место соединения. Вот идет одна перегородка. Сверху вот перегородка идет. Тенение установлено усиленное у меня. Сверху второе лежное под перевязкой идет. Чтобы нормально работала перегородка. От этого зазора. Чтобы не менее двух было у меня стоек. Вот идет следующий лежин. Чтобы отсюда и вот досюда. Вот они расстояние. Чтобы она нормально работала. Эта связка. Так. Ну что у нас дальше. Дальше вот у нас идут, как говорили, потолочные влаги. Вот расстояние влаги тоже 590. Я старался делать, чтобы все пошло по стойкам. Одинаково. Чтобы усилия распределялись нормально. Дальше. Потолочные влаги у меня для усиления брало положено 50 на 150 уже здесь доска. Здесь все было прибито. К этому усиленные ригеля пошли туда под стропила. И чтобы у меня потолочные влаги держались крепко, хорошо. Не было провесов никаких, ничего. Вот везде у меня помимо гвоздей, пробитых гвоздями, были еще установлены вот уголки. Да, там видно, можно посмотреть. Здесь, вот здесь, вот они. Везде все пробито. Вот уже гвоздь вот видно вылез. Вот. Везде вот уголки пробиты. Все. Эта доска коротковата. Чтобы нормально все работало. У меня соединение дополнительно с той стороны было. Пусть на еще доска 50 на 150 нахлёст прижата. И все пробито гвоздями. Там очень часто пробивалось гвоздями. Вот гвозди, везде гвозди пробито. Дальше у нас стропильные системы для усиления тоже вырезались. Там стойки подставлялись. Стропильную систему вот мы ставили, вернее, ставил я один. На одной ноге я инвалид. Да, я не сказал инвалид. С одной ногой работал. Работал без протеза. Сейчас-то в протезе. Вот. Ой, протезик. Если не верите. Ножки нету. Ну, без протеза работать легче. С протезой не повернешься, не присядешь, не пристроишься. Без протеза как-то тяжело, но легче работать. Удобнее, вернее. Не легче, а удобнее. Так, ну и что. Значит, были установлены стропила. 50 на 150 стропила у меня. Они прибиты у меня и закреплены еще на уголки. Там, Сережа, он видно. Вот с этой стороны, наверное, можно показать. Вот, там продольные установлены. Уголки вот прикручены. Видно. И ветровые ригеля. Вот, ветровые ригеля просверлены на отверстия и установлены стяжными гайками. Каждый ригель, каждый ветровик, ветровый ригель с двух сторон болтами и закручен. Закручен, наверное. Все это сделано с усилением. Нормально. Наверху, на стропилу, потом была уложена гидроветроизоляция, ютодач. Вот. Наверх на нее были установлены брусы. 50 на 50 брусы. Сверху на эти брусы были у меня забито, закручено ОСБ влагостойкое. На верх, на верх, на ОСБ у нас была уложена специальная подложка. И на эту подложку у меня был уже вложен специальный материал для крыши. И все это забывалось специальными гвоздями, рифлеными. Вот. Ну, с крышей вроде бы так. Так, ну, дальше немножко расскажу. Здесь у меня пойдет утепление. Я думаю, по 50... Стенка будет являться по 50. Ну, в общем, сотка пойдет. Один раз по 50 пластинами. И для того, чтобы прикрывать мостики холода, второй слой по 50 будет укладываться сверху на эти стойки поперек брус 50 на 50. И между этими брусами, брусами, вот так вот. Один брус, другой брус будет тоже утеплитель. 50-ка. Чтобы перекрыть мостики холода. Ну, и сверху будет у меня здесь отделочный материал. Дальше особое внимание хотелось бы уделить такому моменту, что когда будет зашиваться, чтобы обязательно здесь был уголок, чтобы можно было стыковать. Вот этот вот, если мне специальный угол оставлял обязательно. Так, сейчас мы перешли в другую комнату. Через перегородочку прошли, пока еще позволяет. Ну, вот она перегородка тоже с таким же, он 590 везде, 59 сантиметров. Укосено, как положено. Так, здесь вот у нас гидроизоляция. Вот, можно, вот у нас пенопласт, который утеплялся с двух сторон. Бетон утеплялся, лежень. И сверху перегородка ставилась. Так, здесь вторая обвязка идет, обвязывается, вот она везде полностью. Здесь у нас, как положено, стыкуется стена с этой. Вместо есть специальный уголок для обшивки перегородки. Стены будут обшиваться, место есть. И для того, чтобы потолок можно было зашивать, вот тоже специально установлены у меня были ложные лежни под потолок. Так, вот здесь усиленные ригеля стоят под стропилы везде. Они мне везде стоят. Да, еще один момент хочу. Сереж, подойди, пожалуйста, сюда. Я засниму вот этот участочек. Вот отсюда, вот про этот. Вот вся эта стропильная система, которая есть. Вот они мощные стойки, примерно 50 на 150 стоят. И вот с одного угла у меня стоит укосина. Вот она, вот эта вот укосина вот стоит. И с противоположной стороны тоже укосина стоит. Дома у меня 7,30 на 8,50 размеры дома. И вот везде они стоят. Вот везде, как говорил, уголки есть, уголки. И все прошито шпильками и закручено на гайки. Здесь, вот они, потолочные у меня ригеля. Одна, другая. Все здесь упирается. Нагрузка нормально распределяется. Все, ничего не провисает. Вот. Каждая, вот у меня такая потолочная, она подтянута. 50 на 150 доска. Это 50 на 100. Прибита гвоздями. И подтянута еще для большей надежности уголками. Вот один уголок, тут другой уголок. И все уголки прикручены на желтые саморезы. Но здесь, вроде бы, нюансов больше никаких, чтобы рассказывать. Ну, эта стена. Эта стена у нас тоже здесь, вот в этой комнате у меня установлены два окна. Одно окно, другое окно. Ну, как мы видим здесь тоже, вот она потолочная. Здесь угол для обшивки стоит у косины, как положено. Вот еще разметки у меня ставились. Вот 590-590, оставалось расстояние до окна. Все равно мы поставили стоечку. По стойку вот этот усиленный ригель. За особое внимание он всегда нужен. Потому что я строил по скандинавской технологии, а не по североамериканской и канадской. Мне скандинавская технология больше понравилась. Вот, все сделаны вырезы. На каждой стоечке все распределено. Все нагрузки нормально. Осторожно. Осторожно. Вот, на каждой потолочной, вот у меня тоже прибита она и зашита еще на уголки и прикручена саморезом. Саморезов не жалел. Все желтые. Строил как будто для себя. Да, и хочется сказать, что домик строился у меня как сезонный, не для круглогичного проживания. Вот, весна, лето, осень и то. Не каждый. Не постоянно так приехать, чтобы можно было остаться без проблем. Чтобы, видите, и комары не кусали. И удобно было, чтобы вот Сережу пригласить в гости, можно было остаться на шашлыки. Вот, будем теплицу строить каркасную. Каркасное видео, наверное, засниму. Тоже это все-таки выгодней. Одна теплица 10-метровая, 10 метров на 3 метра. Стоит 1200-1300 евро. Зачем тратить? Я вот сделаю лучше, там, поликарбонат. А мы сделаем из досок. Наверное, буду использовать такую же доску 40 на 100, может быть, или 50 на 100. Ну, посмотрим, как будет весна, как будут на сцену настрой материала. Вот здесь у меня в этой комнате раз, два, три окна. В той большой комнате у меня одно окно. Большое окно. Ну, и здесь кухня, гостиная. Два окна. Два окна. Ну, и здесь мы выходим уже. Вот, выходим. Ну, вот наша терраса на террасе. Вот окошко. Очень удобно. От дождяка будет все. Вот он здесь у меня будет вход. Ну, сейчас закрыт ОСБ. Еще раз напоминаю, что ОСБ я закрыл специально для того, чтобы, ну, что я не успевал по срокам, чтобы закончить утеплить. ОСБ временно у меня прикручено от осадков, от дождей и от снега. Снаружи я буду тоже утеплять. Ну, сейчас мы пройдем на улицу. Я расскажу там пару слов, как я буду на улицу утеплять. Ну, сейчас я немножко расскажу о том, как я буду утеплять фасад. Да, забыл. Вот у меня здесь спуск, где-то 60 сантиметров мне спускает, чтобы осадки не попадали ничего. Все это будет зашиваться. Устанавливается для ливневки, чтобы дождик у меня мог сходить. Ну, вообще, очень хорошо. И не подтапливаться будет ничего. Видите, вокруг снег. А тут зеленая травка, как весна. Подснежники скоро будут расти. Да, ну и как я буду утеплять стены здесь с улицы? В общем, ОСБ у меня будет сниматься. Оно мне пригодится для других дел. Как я говорил, утепление у меня сутри будет сотка с той стороны. Здесь поперек у меня пойдут 50 на 50 брусы. И между брусами будет у меня базатовый утеплитель. Вот, я думаю, 50-ки хватит, потому что у меня для сезонного проживания. Сверху буду закрывать гидроветроизоляцией. Вот, на степлер закрою. И по вертикали уже, по гидроветроизоляции, будут набиваться брусы 50 на 50. Вот, по всему. Ну, это везде будет. Со всех сторон по 50 на 50 брусы. И сверху на брусы у меня уже пойдет отделочный материал. Не знаю, может быть блокхаус, или какое время покажет. Еще докончательно не додумал, какая будет отделка. Все зависит от финансового положения нашего. Ну, вроде бы как и все. Ну, и что мне хочется сказать в заключении нашей экскурсии по зимнему каркасному дому. Я доволен. Доволен. Все хорошо. Дом выдерживаю все нагрузки. Никаких осадок, никаких поломок, никаких трещин, никаких таких вопросов, чтобы у меня возникли для решения тех, чтобы такое было не то, чтобы было исправлять. Нету. Хочется сказать, ну, вот мне как инвалиду, человеку без ноги. Это спасибо большое моим друзьям, товарищам. Вот Сережа, оператор, приезжал, помогал. И двум Сашам. Конечно, все работают, всех времени нету. Ну, в основном, приходил, строил бы один. Хочется сказать большое спасибо вам, Александр Косумов, и вашему видео. Если бы я не увидел ваше видео, в котором вы популярны, ясны, разумны, доступны, показываются все это, рассказывайте досконально. Благодаря этим видео, я думаю, люди, у которых материальное состояние не позволяет нанять бригаду, но у них есть желание, возможность, какая-то возможность строить. Ну, для этого нужно изучать это видео. Видео я изучал в течение двух-трех месяцев. Каждый день. Рассматривал каждый узел, списывал с вами, вы мне рассказывали, большое вам спасибо. Хочется сказать так, глаза боятся, а руки делают. Моё строение, это хозяйственный комплекс, как я его назвал, три в одном. Там у меня компостная яма, рядышком здесь дверь, туалет. Здесь планировалась дверь душевая, и здесь дверь в сарай. Но в результате хода строительства супруга меня попросила не делать раздельными ванну и туалет. В целях санитарных, так скажем, сходил в туалет, помыть руки, всё, чтобы здесь не выходить из двери в двери, не делать эту перегородку, а сразу здесь душевой. Душевой, я планирую вначале душ, но так как у меня ноги нету, протез такой неважный, но кое-как. Вот, планирую сюда поставить ванну, если бы тут сидячие ванны, метр десять. Вот, и будет так, здесь ванна, там туалет. Туалет будет у меня сухой. И как строил здесь брус, значит, тоже были уложены у меня. Секунду. Тоже поставлены керамзитбетонные блоки, выставлены по уровню, забетонированы. Уложено два слоя гидроизоляции. Уложен обвязочный брус, сто пятьдесят на сто. Вот он лежит. Сверху на этот брус делал перегородки, стены, каркасные стены. Все эти стены делал я лёжа, в горизонтальном положении. Вот, выпиливали стойки. Все стойки зарезались, вырезались фрагменты. В эти фрагменты, вот, врезались усиленный брус сорок на сто. Сверху доска, как положено для стены. Здесь у меня сделаны укосины. Косины длинные нельзя, она бы не держала ничего. Пришлось сделать несколько коротких укосин, чтобы было нормально, хорошо крепко стояло. Тем более здесь, ну, здесь уже под двери, вот, с одной стороны, все стойки, стены выставлены по уровню, как вертикально, так и горизонтально. Сверху по этим стенам я уже вот сделал вот обвязку. Вот вторая она, обвязка идёт. Вот, вот, кругом, кругом идёт вторая обвязка. Всё, ну, и на эту обвязку я буду ставить, тоже делать, такой, каркасную стеночку небольшую. Это будет высотой сорок сантиметров. Где-то будет так вот, сорок, где-то сорок сантиметров так будет. И под углом будет односкатная крыша. Будет выступать в ту сторону шестьдесят сантиметров, в эту сторону шестьдесят сантиметров. Ну, и сюда посмотрим, сантиметров сорок будем выпускать, чтобы осадки, дождь или что-то не капал мне сюда под фундамент, ничего-то, чтобы можно было даже просто укрыться. Если, утеплять я не собираюсь, не, это самое, это своё сооружение, если бы собирался, по идее, это всё позволяет утеплять. Доска, строился из доска сто на сорок. Просто будет ОСБшкой. Всё, потому что здесь у меня дача для временного проживания, и этого вполне мне хватает. Приезжаем уже, когда весна, уже тепло, лето, утеплять не надо. Наверху, если собираетесь утеплять, то единственное, здесь уже, поверху этой объязки, надо ставить доску на ребро. Всё, ставим воску на ребро. С той стороны запускаем лежаком доску, или пускаем для того, чтобы можно было делать, прикреплять потолок ОСБ, или чем вы будете зашивать. И лаги, пускаем лаги, там будет ширина 110 сантиметров, и можете спокойно, спокойно утеплять. Но я утеплять не буду, поэтому я тут уже примерялся, всё, вот этой доски сюда не будет. Сверху пойдёт, просто я уже буду ставить стенку, и под уклон пойдут у меня стропила. Ну вот, сколотил я ферму, вот она какая получилась, берин с ними, вот она, 3,75 длино, вот усиленный ригель, про который я говорил, вот стойки вырезаны, заколочены на гвозди. Так, сейчас я подаю, беру вот эти доски, вот, и их подаю сюда, к тебе, вот наверх. Вот они будут, как у меня потолочные лаги. Ну и заодно буду служить, как у меня, как стеллажом, чтобы я как-то мог там монтировать, прибивать вот эту ферму наверх. Буду её затаскивать, подавать, помочь мне, конечно, некому. Супруга, получается, тут женщина снимает операторный. Покажи себя, покажи немножко, покажи, стесняешься? Так, ну что, ну, значит, как я подаю? Досочки наши. Досочку. Досочку. Вот так опираем её. Вот так опираем. Протезика нету. Вот, без протеза. Смеёшься. О, бау. Подадим, пристроимся. Вот, теория, много заготовку занимает. Несколько на работу, пока пристроишься. На, носочка. Дать мастерку я берём. Вон мой склад. Мастерская с досками. Оператор. Вот сюда. Хорошо, росточек позволяет кое-как дотянуться. Высота-то приличная. Это вот, можно будет, как говорится, десантниками не рождаются, а десантниками становятся. Тоже надо. Ну, сейчас вот буду вот эту ферму точить. Не знаю, как тяжёлая зараза. Как-то надо её. Как-то надо её. Тяжёлая. Придётся, наверное, на попе её крутить. Придётся крутить назад. Идёт, давайте. Вот, что значит. Без ножки. Как-то надо, ну, как-то надо туда. Слабонервных просим удалиться. Как-то будем поднимать. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ир, дай костыль, пожалуйста. Костыль. Вот мой помощник. Ну вот. Туда я наверх забросил. Там залезу сейчас наверх. Наверх как я залазю. Сейчас вам покажу. Вот здесь у меня лестница. Пожалуйста. Лестничка. И. Закончил курсы эквилибристов в цирке. Могу залазить по лестнице. Без одной ноги. Юмор тоже признаю. Ну вот так вот. Я и залазю. Жалко бы не попасть. Ой. Так. Осторожно. Ой. Так. Так. Ну, наверное, сзади с той стороны. Устанавливается. Ну вот. Она наверху. Дальше все буду приколачивать. Устанавливаю лагерь все. Стропилы наверх запилю. Ну, как-то вот так. День моего рождения. 55 лет. Ну и как сейчас это модно принято. Провожу его в труде. Ну, это в первой части. В второй части я хотел бы сказать слова благодарности всем людям, которые приняли участие, принимают участие или желают принять участие в сборе средств для приобретения у меня протеза для ноги. Выразить большую благодарность компании «Строй и живи» лично Александру Косумову, который уже на протяжении очень большого промежутка времени помогает мне в этом. Не только в этом. Хочется сказать ему большое спасибо за прекрасные видео, которые он делает. Поучительные. Говоря которым я и смог строить этот каркасный дом. Ну, мне вкратце хотелось бы рассказать, чем я сейчас занимаюсь. Небольшое видео об устройстве карниза. Вот я обустроил карнизы. Вот такой вот. Ну, не видел я такого. Смотрю по эксперименту. У меня остались обрезки досок. Одному доске поднимать тяжело. Крепить туда наверху на карниз по лестнице. Ну и пришел к такой мысли, что можно сделать оригинальный карниз. Ну, здесь очень большая польза от этого карниза. И интерес, дизайн, то в случае подъема его. Это маленькие запчасти, которые крепятся на саморезы. Это первое. Во-вторых, оригинальность этого карниза, подвеса. Ну и в-третьих, как я уже сказал, в случае какого-нибудь дефекта одной из деталей, можно заменить один кусочек, а не нужно менять полностью всю доску. Лобовую доску, которую мы в процессе трудают. Для меня это одну досочку нужно открутить, все поменять и все. Камбатчи. Далее я здесь решил ранее утеплять фасад, делать утепление 50 и снаружи 100. Ну так подумал, домик, садовый домик временного, сезонного проживания. Нахождение то не каждый день, не каждую неделю. А так на этом, когда приеду, поэтому решил я снаружи не утеплять, а утеплять и с середины. Поэтому я сделал здесь бензазор. Бензазор прямо на стенке забил горизонтально. Из доски 40 на 100 я разрезал ее, распустил брус горизонтально 40 на 100 и тем самым укрепил все стены, еще раз стойки каркасника. И наверх вертикально пошли уже вот дюймовые доски. И на эти дюймовые доски под размер я уже подгонял OSB. Вот крепил OSB, все, и домик потом буду делать под фахверк. Доски крепить. Ну и сейчас, ну вот, вкратце все такое по этой работе. Далее все это подготовка. Далее я сейчас хочу сегодня сделать переход у меня окошки, хочу сделать вентиляцию. Сторон у меня будет. Вот такие две вентиляционные решеточки буду крепить. Там наверху. Ну, сейчас покажу, как это я ее буду делать. И вот сейчас мы можем взять карандашу на 2-ть. Все, можно есть. Разметить. Далее. Ну, сейчас разметим. Ну и повесим наверх. Далее я буду крепить вентиляцию. Вот сюда буду крепить вентиляцию. Одну. Ну и рядышком пойдет у меня другая. Он будет вентиляцией. Сейчас я здесь их размечу. Размечу. Потом простверлю отверстие. Ну и лоптиком буду вырезать. Здесь мы их сметим. Таааа Таааа Таа- Тааа Таааа Таааа. Таaа. Одно отверстие готово, сюда пойдет решетка, также с этой стороны я вырежу второе отверстие, Две решетки с каждой стороны, с той стороны будет такая же решетка. Ну, вот краска и все. И потом дом будет краситься краской текурилового винха, очень хорошая краска, она хорошо давно наносится, на форме смотрел, много хороших положительных высказываний за счет нее. И все швы ОСБ будут отделаться дюймовой доской, коричневый цвет темный, под фарвард. Ну, пока все, стройка продолжается. Всем привет! Сегодня у нас на дворе конец ноября 2018 года. Вот приехал на дачу с ревизией посмотреть, что, чего и как. Ну и рассказать, что получилось мне сделать в этом году. Ну, в этом году у нас обшили дом. Прежде чем обшивать, как положено сверхзазорами, сделал бруски, распилил доску 40 на 100, вдоль полам. Бруски были 40 на 100, 40 на 50 горизонтально предметы. Думал утеплять, но потом передумал, потому что все-таки дом это всесезонного проживания, не постоянного. И вертикально была набита контр-обрешетка, и на него было прикуплено ОСБ. ОСБ покрасил краской Текурила Винха. Швы, как положено, были 3-4 миллиметра сделаны. И наверх прибиты прикрученные доски, тоже покрасила краской Текурила Винха. Также были сделаны подвесы. Оригинальные такие подвесы, тоже покрашенные сделаны с этих сторон. Все с вензазорами. Дальше планирую, но это уже в следующем году будет утепляться у меня здесь фундамент. Эта сторона, эта сторона. Кругом все покрашено. Ну и ушло у меня 20 литров краски Текурила Винха на фасад. И 10 литров у меня ушло коричневой краски, оригинальной коричневой. Ну, под фахмарк сделал. Ну, сейчас немножко пройдем посмотрим внутри, что у меня. Что я сделал в помните? Значит, я утеплил стены. Утепление у меня 100, потому что доска сотка. Утепление два слоя по 50, в шахматном порядке. На верх на степлер я прикрепил пароизоляцию. Гладкой стороной, как положено к утеплителю, шершавой наружу. Все швы проклеил скотчем. Вот видно, и потолок, и стены скотчем. Все на степлере сделано. И здесь швы я проклеил еще влагостойким герметиком саудофлекс. Вот видно, все уже саудофлексом сделано. И на степлер. Что по полу? На пол я сделал, значит. Сделана у меня была гидроизоляция. Распылил по 100 миллиметров. Вот два слоя. Наверх на эту гидроизоляцию по периметру и в длину у меня положен брус на гидроизоляцию. Это прикреплен к бетонному полу на саморезы специальные. Дальше на него положено два слоя ППС. Эти ППС между собой и по краям к лагам у меня зайдут пеной. Сверху на ППС и на лаге у меня постелена диффузиозная мембрана вот такая. Шершавой стороной к ППСу гладкой наружу на улицу. Наверх, значит, у меня опять уже поперек уже пошли брусы. На эти брусы между брусами у меня положен утеплитель. Два ряда утеплителя. И наверх накрыта такая вот пароизоляция на степплер и все швы сделаны с аудофлексом. И наверх уже сделан вензазор у меня из доски 40 на 50 и положено через вензазор ОСБ. Тоже между собой имеют зазоры. Вот они как показаны технически как положено. Чтобы не поднимался ничего на всякий случай. Ну вот это примерно сделано вот таким же образом. здесь вот в этой комнате. Вот она у меня сделана тоже благотворно. Все то же самое как и в той комнате сделано. Здесь осталось только наверх положить ОСБ, прикрепить вырезы, положить ОСБ. Тоже через как положено через как вензазоры. Ну что мне хочется. Ну это все что я успел сделать в этом году. Потому что помимо строительных работ еще садово-огородные дела. Их тоже никуда не оставишь. Благо лето у нас хорошее, жаркое было. Позволяло работать и там и там. И в заключение мне хочется сказать несколько слов. Этих хороших. Александру Косумову. Большое вам спасибо Александр. Вашей компании Строй и Живой. А также всем людям, которые приняли участие в сборе средств. Мне на протез. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Несколько слов просто хотелось бы сказать в заключение. Насчет пиара, который я писал в комментариях под видео. Александр Косумов никогда не пиарится. Он помогает людям, таким как я. В своем видео я хотел показать. Почему? Снимаю свои ошибки. Я знаю здесь, которые я строил. Но я хотел этим видео показать то, что такие же люди, как и я. С ограниченными возможностями. Они могут сами строить. А могут они строить благодаря чему? Благодаря таким прекрасным, поучительным видео, как у Александра у вас. Спасибо вам. Как обычно хочется сказать. Глаза боятся, а руки делают. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok